Один из дней осенних школьных каникул ученики третьего класса пятой городской школы провели в совместном походе с воспитанниками военно-патриотического клуба «Патриот». В лесу они проходили полосу препятствий, играли в зорницу. Так юные патриоты отметили День народного единства. Разделившись на команды по шесть человек, участники соревнований вышли на старт. Впереди у команд прохождение нескольких этапов полосы препятствий. Если для воспитанников клуба все знакомо, то для школьников в новинку. Ребята боялись брать в руки алюминиевые учебные гранаты. Их им предстояло метать. Не взрываются? Да нет. Попадешь, взорвется. Убедившись в том, что это испытание не опасно, школьники осмелели и изо всех сил старались попасть в цель. Неплохие результаты ученики показали в стрельбе из пневматической винтовки, проходе по параллельным перилам и на этапе пластун. Однако и юные казачата тоже старались пройти все испытания без помарок. Я зацепил? Нет. Слышишь? Все команды показали свои знания и навыки ориентирования на местности, оказывали первую помощь условным пострадавшим, а кто сильнее, выясняли, перетягивая канат. Раз, 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 два, раз, два, раз. Заключительным этапом был бивоак. Добежав до финиша, команды должны были разжечь костер такой высоты, чтобы перегорела нитка. Только после этого останавливалось время и полоса препятствий считалась пройденной. После время обеда. Но его нужно было еще приготовить. С этим заданием тоже справились все участники похода. После сытного обеда на природе команды сыграли в зараницу. Между собой соревновались четыре взвода. У каждого был свой флаг. Задача, стоявшая перед командами, уничтожить условного противника и не потерять знамя взвода. И здесь за победу все боролись отчаянно. По результатам соревнований лучшими стали воспитанники третьего и пятого женского взвода детского военно-патриотического клуба «Патриот». Второе место занял четвертый взвод. Замкнули тройку лидеров ученики пятой школы. Мне понравились все испытания, но канат немножко. Вот там, где стрельба была, мы сначала на другое воскресенье сходили. Я там немножко таким оружием пострелял. И кажется, я знаю, как к ним стрелять. Мина поля самая интересная, потому что там была как будто насыщая мина, лечение, ну и ориентирование. Все участники похода не только с пользой провели выходной день, но и получили удовольствие от выхода на природу. Галина Мигунова, Алексей Ищенко, РЕН-ТВ, Кропоткин. Редактор субтитров А.Семкин